В настоящее время состояние субъекта в естественном монополии практически всех сфер, особенно коммунального сектора, характеризуется значительным физическим и моральным износом основных средств, слабым техническим состоянием. В этой связи основной задачей проводимой тарифной политики является увеличение объема инвестиций в регулируемые сектора экономики, в том числе и в сфере тепловых, водохозяйственных, канализационных и электрических сетей. Для решения данной задачи в настоящее время осуществляется переход субъекта в естественном монополии на работу по предельным инвестиционным тарифам. Если говорить об основных положительных аспектах применения таких тарифов, то это следующее Первое. Увеличение объема инвестиций на модернизацию и обновление основных и производственных активов за счет частных небюджетных средств субъекта естественной монополии Сегодня практически все обновление и модернизация инфраструктуры в сфере ЖКХ осуществляется за счет бюджетных средств на республиканском и местных уровнях При этом, учитывая ограниченно доступных бюджетных средств, мы имеем низкий объем обновлений и высокую степень износа инфраструктуры Принцип же предельный тариф сегодня уже подтвердил свою эффективность для электростанции, так как с точки зрения исключения бюджетного финансирования и стимулирования к инвестированию частников, так и с позиции обновления основных средств Таким образом, мы ожидаем существенное снижение нагрузки на бюджет страны, что позволит увеличить бюджетное финансирование по другим приоритетным стратегическим направлениям развития экономики Второе. Стабильность и предсказуемость роста тарифов на услуги субъекта естественной монополии Сегодня расходы по оплате тарифов на услуги товаров всех групп естественных монополистов составляют существенную часть затрат для индустриальных и инвестиционных проектов Зачастую динамику роста тарифов на услуги субъекта естественной монополии, за исключением, как я ранее говорил, электростанций Невозможно спрогнозировать, соответственно, инвесторы в основном действуют вслепую при принятии решения о реализации проекта Применение же предельных тарифов на услуги субъекта естественной монополии мы считаем позволит субъектам бизнеса, потенциальным инвесторам более качественно разрабатывать и в полном объеме реализовывать инвестиционные проекты, в том числе в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан Необходимо отметить, что с учетом проводимой работы по сдерживанию инфляции в Республике Переход на предельные тарифы осуществляется в рамках допустимого выклада в инфляцию и изменений тарифов, ежегодно определяемого Советом по экономической политике Вместе с тем, помимо проблемы, связанной с недостаточным объемом инвестиций в системе регулирования субъекта естественной монополии, имеется ряд других проблем Так, анализ существующей практики регулирования субъекта естественной монополии показал наличие проблем и необходимости выработки новых механизмов, улучшающих существующие подходы в регулировании по следующим направлениям Первое. Прозрачность и публичность процессов тарифообразования услуги субъекта естественной монополии и доминантов По данному направлению существует проблема с обеспечением потребителей достаточным объемом сведений о причинах роста тарифов и о том, куда и на какие цели уходят средства В этой связи планируется пересмотреть процедуру ежегодных отчетов субъекта естественной монополии, проведения публичного слушания по их тарифам и ценам доминантов В этом отношении наша позиция с Агентством по регулированию естественной монополии одна и та же Второе. Это качество услуг, оказываемых субъектами естественной монополии в сфере ЖКХ В настоящее время в сфере ЖКХ отсутствуют стандарты качества предоставляемых коммунальных услуг В связи с чем в целях обеспечения предоставления потребителям регулируемых коммунальных услуг с высоким качеством необходимо Отраслевым министерством разработать стандарты качества коммунальных услуг субъектов естественной монополии Также разработать систему мониторинга за качеством таких услуг Третье направление. Контроль за соблюдением субъектами естественной монополии требований законодательства Услуги субъекта естественной монополии в социально значимых областях жизнедеятельности оказывают влияние на население и субъекты предпринимательства Которые в результате неправиломерных действий монополиста зачастую остаются без предоставления регулируемых услуг Любые нарушения таких требований действующего законодательства могут нанести существенный вред большому числу потребителей. В этой связи в целях обеспечения защиты прав потребителей и оперативного реагирования на нарушения целесообразно рассмотреть вопрос о выведении проверок субъекта естественного монополия с под действием закона о государственном контроле и надзоре, а также усиление ответственности субъекта естественного монополия. Таким образом, считаем, что проводимая тарифная политика, а также новые подходы, которые были озвучены сегодня, направленные на ее совершенствование в целом позволят развить инфраструктуру регулируемых отраслей и повысить их инвестиционную привлекательность, повысить прозрачность процесса тарифообразования и качества услуг, оказываемого субъектом естественного монополия, усовершенствовать механизм защиты прав потребителей и усилить контроль за деятельностью субъекта естественного монополия. Благодарю за внимание. Спасибо.